По кольцу перераспределение потока осуществляется. Организованная группа болельщиков вы будете разводить. Те, которые приезжают автобусами, они высаживаются здесь и подходят сюда. Если это разные команды, их можно высаживать на этой и на той подруге. Вопросы логистики и безопасности самые важные. Об этом в первую очередь рассказывают на стройплощадке Игорю Левитину. К стадиону будут вести несколько подъездных путей для спортсменов, болельщиков, клиентских групп FIFA. Новые дороги начнут строить уже в этом году. Требования к стадионам одинаковы во всех принимающих чемпионат городах, несмотря на то, что проекты разные. Что важно для нас, это чтобы было несколько мест, куда могут приезжать автобусы. Потому что будут разные команды, их нужно будет разводить. Здесь, в Самаре, как раз мы увидели, что это все учтено. Здесь все предусмотрено и мне кажется, что эти требования и безопасности, и рекомендации по логистике, они здесь выстраиваются. Под строительство стадиона отведено 27 гектаров земли. Здесь везде установлено оборудование системы безопасности. По периметру длиной почти в 3000 метров за порядком следит охранное телевидение. Это более 60 камер и 82 прожектора. Создано 5 контрольно-пропускных пунктов. Везде работает система фиксации транспорта. Игорь Левитин отметил, необходимо, чтобы все это оборудование помогало обеспечивать порядок на стадионе во время и после чемпионата. Что касается стройматериалов и уже готовых объектов, они регулярно проходят контроль качества. Комиссии рассказали и о том, как сейчас возводят купол стадиона. У нас идет повторяющаяся конструкция, их порядка 36, выглядят они в виде лепестков. Монтаж начинается с внешней части стадиона, они будут сходиться в центре и в центре стягиваться кольцом. Все объекты строители обещают закончить точно по графику. По стадиону работа ведется, ведется активно. Есть тоже определенные вещи, которые надо подтягивать. Но сейчас как раз сезон, где можно эти работы выполнить, особенно бетонные работы, которые остались. И строители гарантируют, что все пойдет своим чередом. Строительство стадиона «Самара-Арена» планируют завершить в декабре следующего года. Поддерживать любимую команду здесь единовременно смогут 45 тысяч человек. Ожидается, что стадион примет игры стадий 1-8 и 1-4 финала, в том числе матч сборной России. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!